Мы уже в автобусе. Вот это да, вот это поездка. Я таких автобусов интересных еще не видела. Но здесь такие лежачие места. Причем и второй этаж есть, и первый. Вот у меня тоже такое место. Здесь и кондиционер есть, и шторы. Вот я не знаю, это как экран, возможно. Не знаю, даже... Да, скорее всего, экран. Будут фильмы показывать или нет, не видно. Вообще интересно, конечно. Вот потом вот полочка такая. Это одежда. Крючок. Классно. То есть здесь можно так вот расположиться и отдыхать. И обувь снимаем. То есть сидим вот так вот. Влечер следующий. Вот так вот удобно можно расположиться в автобусе. Даже плед есть. Нужно укрыться. Вообще здорово. Это для таких стран, как Украина, где огромные переезды по многочасовые, ночные в том числе. Я думаю, вот такая идея очень хорошо, когда можно просто лежать, а не сидеть всю ночь. Мы едем в течение всего дня. Вернее, с обеда до вечера. И наш путь занимает около пяти часов, поэтому нормально. Но все равно. Может, даже сейчас и поспать получится. Тем более мы после свежего воздуха, после моря, я думаю, есть желание поспать в обед. И все вот эти дни мы не спали. Очень активно все было. И много плавали, загорали. Ходили и там, и там, и там. Поэтому сейчас время для отдыха. У нас уже перевели на другое место. Я не знала, почему. Такие вот автобусы. На автобусе снаружи, где-то две двухэтажные. Вот они три упаковки. Так, ну что, располагаемся на одном месте. Так же, что здесь хорошо. Здесь, возможно, полное уединение. Можно себя вот так вот шторами закрыть и просто находиться в своем мире. Вот. Вот. И спокойно тут лежишь. Классно вообще. Мне нравится. Это дома обычных вьетнанцев. Вот так вот они живут. Ну, у кого богаче, то у кого беднее. У них вот так обычно, как и в Таиланде. Здесь вот видно хорошо, как живут вьетнанцы. Вот эти вот их традиционные, подолговатые дома. Ну, вот тоже самое. И вот. Вот так вот. Некоторые дома богаче, некоторые по беднее. Иногда видна прям хорошие, красивые домики. Видно, люди занимаются или фермерством, или еще чем-то. Каким-то бизнесом. Затем вот, что я еще заметила. В домах, в отелях все выглядит аккуратно. А вот за домами, на улицах грязно. И такое впечатление, что или не убирают, или недостаточно часто убирают. Домики выглядят аккуратными. И вокруг дома все нормально. Улицы грязные. Причем, как в городе, как и в деревнях. Вот в стране едем, и заметно. Между домами прям мусор валяется, и никто это не убирает. Вот это наше красивое авто. Двух-ярусный. У нас с Ричардом впервые путешествия именно в таком стиле, когда мы не сидим, а не жили. Я даже где-то часик подремала. Потом мы на остановке взяли вот такое кофе вкусное по фунту. Очень вкусно в Вьетнаме кофе делают. Мне нравится такая вот плитка. Это я уже заметила. Во Виталии во многих местах красивая местная плитка, яркая. Тут вкусная остановка выглядит. Мы начали уже дискутировать о том, будет ли остановка. Потому что едем пять часов, и уже захотелось в туалет, и кофе как раз захотелось выпить. Ну, как раз пока мы разговаривали, и нас на этом стоянку привезли. Здесь получается, что, наверное, каждые два с половиной или каждые три часа ездят в езды. Потом надо делать остановку. У нас сложилось такое впечатление, что здесь такие правила. Вот здесь какими бизнесами занимаются вьетнамские семьи. У них кафе, потом продажа изготовления бароженого, станции техобслуживания, товары для машин, ремонт машин, ремонт мотоциклов, продажа цветов, продажа разных растений. Потом продажа досок, затем продажа, естественно, одежды детской, купальников, белья, продажа постельного, продажа сантехнических всех. Ну, все для сантехники, для ванной. Потом продажа плитки. Вот это вот сейчас проезжаем. А потом разные статуэтки, украшения сада, пирожные. Все это вот можно видеть. Мы сейчас через с юга на север, вернее, с юга на середину страны едем. Вот это вот сейчас все наблюдаем. Тут у них, получается, все время первый этаж или вот первая комната в доме, это их бизнес. Можно видеть, чем люди в себе на жизнь зарабатывают. Украшения салли, это они позвали. Можно в две вилляпы, но вы наверняка. Конечно, это очень вкусно. Украшения салли, которые улицы декометbanе в черные бокалы. Орицаdad Igårя-райская trustsink. Украшения салли, посмотрите, если у Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это, наверное, джунгли Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok